Добрый вечер, коллеги! Очень приятно всех видеть. Удивительным образом мы начинали, казалось бы, так недавно. Была совсем зима, а сейчас уже почти лето. И мы действительно подходим к концу. И мне очень приятно, что зал не просто по-прежнему полон. Но сегодня я вижу очень много новых лиц. Лиц, которые явно пришли на нашего замечательного лектора. Лектора практика, который действительно в своей повседневной деятельности делает все то, о чем мы говорили, может быть, больше с теоретических или философских позиций. И Юрий Григорян наверняка хорошо известен практически всем из вас. Это человек, который начинал с маленького частного принципиально негосударственного бюро. Начинал с частных заказов, с построек в Москве и за городом, и в других городах. И без которого в последние годы не обходится ни один крупный конкурс, ни один крупный проект в Москве. Это действительно и Пушкинский музей, и гигантская территория ЗИЛ с его неоднозначной судьбой. И очень значительный, очень интересный конкурс на благоустройство территорий, прилегающих к Москварике. И кроме такой практической деятельности Юрий Григорян и его команды, как в бюро «Проект Меганом», так и в Институте «Стрелка», с которым Юрий был несколько лет тесно связан, занимался очень серьезными исследованиями, касающимися как современной стороны жизни города, так и его исторических корней. В одном из исследований принимал участие Архнадзор. Это было исследование археологии периферии, которое делалось в рамках Московского урбанистического форума в 2013 году. И наше участие заключалось в сборе материалов по наследию на окраинах, по тем объектам исторического интереса, не всегда имеющим охранный статус, который находится между Третьим транспортным кольцом и МКАД. И мне очень приятно и радостно, что этот материал вошел тогда в это исследование, значение которого, как мне кажется, до сих пор не оценено до конца. У многих счастливцев есть эта толстая книжка, но не все до сих пор смогли осознать весь тот гигантский объем материала, дочитать, осмыслить, проанализировать. Я думаю, что это такой задел, который будет еще востребован многие годы. И сегодня Юрий расскажет нам о своих проектах, о своих исследованиях. И я думаю, что можно в таком дискуссионном режиме будет задавать вопросы, уточнять и обсуждать какие-то не до конца понятные нам моменты. Передаю вам слово. Спасибо большое. Поскольку это школа наследия, то мы будем в немножко архаическом ключе вести разговор. Я буду говорить следующий слайд, пожалуйста, а после этого я буду продолжать. Поэтому я прошу... Во-первых, я благодарен до того, как начну что-то рассказывать школе наследия за приглашение. Для меня это честь. И я все время пытаюсь как-то, я думаю, в недостаточной степени участвовать в деятельности сообщества, которое озабочено охраной наследия. И, может быть, то, о чем я сегодня расскажу, это просто взгляд на какие-то просто случаи, где мы в своей практике сталкиваемся с наследием. И к чему это приводит? Это будет совершенно не все. Достаточно, можно сказать, случайный подбор. Но я его как-то подобрал, и мне кажется, что там никакого заключения не будет. Но, может быть, какие-то вопросы возникнут. Это касается... Может быть, этот первый слайд и закроет весь анонс, который был написан, собственно, к этой лекции. Одним слайдом удастся, так сказать, ограничиться. Это вот мы делали небольшое исследование, инвентаризация старой Москвы в 2011 году со студентами Мархи. И надо сказать, что студенческие исследования – это вообще самое продуктивное, что может быть. Потому что у студентов много времени, во-первых. Во-вторых, у них совершенно... у них есть энергия. И они полны идеалов. И как пример можно привести, что, ну, не знаю, все великие книги об архитектуре 20 века – это, в общем-то, результаты... Главные книги – это результат студенческих исследований. Ну, например, как уроки Лас-Вегаса, где два профессора отправились в Лас-Вегас, и, соответственно, там они представили миру, можно сказать, постмодернизм. Ну, и тоже нельзя не упомянуть Рэма Колхаса, который, по сути дела, свой «Дилерия из Нью-Йорк» написал как последствия студенческой работы и также исследовательской. Поэтому я не отношусь к студенческим работам, ну, к нашим совместным работам со студентами мархи, как к чему-то, ну, незаслуживающему вниманию, а наоборот. Поэтому я начну со студенческого исследования и закончу тоже студенческой работой. Вот здесь это центр Москвы, и здесь эта вещь, можно сказать, поразила меня, когда я ее первый раз увидел. Здесь видно, что из зданий до 1917 года, видно, что сохранилось чуть больше, чем 5000 зданий, и видно, что в советское время в центре, все советское, с 1917 до 1991 года было построено 1048 зданий. Причем размер этих зданий, которые построены в советское время, он принципиально больше. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы построить одно здание советского периода, надо было снести приблизительно 5 или 4 в среднем зданий дореволюционных. Поэтому здесь видно, что эти вещи, они накладываются один на другой. То есть если вот эти три карты собрать, то получится то, что у нас сейчас есть. Это разложено. Но еще удивительная вещь, что в последние 20 лет, это было до 2011 года, в центре построено 849 зданий. И здесь видно, как советские постройки следуют какой-либо структуре. Ну, например, Садовое кольцо. То есть они создали, в общем-то, фактически новую структуру центра города в большой степени. А постройки постсоветские, они как порох. Это вот то, что называют, я не знаю, точной застройкой. То есть они явно занимают просто те места, которые кому-то достались. Это чистой воды капитализм. Здесь ничего такого нет. Где кто нашел, тот там и строит. То есть эта структура, на которую все это накладывается, где видно Бульварное кольцо, Садовое кольцо, где видно Кремль, реку, Замоскворечье, в такой же степени это видно здесь и в той же степени это видно здесь. Конечно, реку убрать нельзя. Там есть два сгущения на левой карте. Это Остоженка и Сретенка. Это видно. Это те места, которые, можно сказать, наибольше всего пострадали просто от этой застройки. И, по сути дела, это тот город, который у нас есть. Можно следующий слайд? Пожалуйста. И дальше вот в этой инвентаризации мы попытались увеличить, так сказать, количество ценностей. Это авторская работа художника Дарьи Камышевой, архитектора. Поэтому я не несу за это никакой ответственности. Просто она занималась ценностями. И наше предложение было в пределах Москвы. Найдите все, что вам кажется ценным. Поскольку у нее фактически идеальный вкус, то мы ей полностью доверились. И она нашла все, что ей кажется красивым. Просто ценным, как архитектор. Вот такой взгляд архитектора. Понятный какой-то там не историка. И вот это все, что здесь внутри МКАДа есть. Это весь центр. Сокольники, МГУ. Ну, какие-то фрагменты. Дальше там какая-то безвестность. Она не нашла ничего. Хотя, ну, как-то искала. Можно дальше. Соответственно, есть вот эта инвентаризация всех этих ценностей. И здесь видно размер. Вот эти все крупные – это советские артефакты. А все самые маленькие – это дореволюционные. Они так идут вот столбами. Вот половина – это досоветские. А вторая половина – это советские. То есть видно, что даже это сгущение. Это в основном советский город, конечно. Ну, по массе. Можно следующий слайд. И здесь, исследуя плотность дорог, мы просто по принципу плотности, извините, плотности дорожной сети разрезали город на три плотности. Это 28% в центре, 14% между Садовым кольцом и Третьим, и около 6% плотность дорожной сети вне Третьего кольца, между МКАДом и Третьим кольцом. Надо сказать, что это любимая схема Михаила Яковлевича Блинкина. Он ее… мы ему ее подарили, и он с ней ходит теперь и показывает ее всем. Ну, в том смысле, что в Москве мало дорог. Он сразу проанализировал мгновенно. Он сказал, что 6% – это не городская плотность. То есть вот все, что у нас есть между Третьим кольцом и МКАДом, это, ну, с точки зрения транспортного инженера, это не город. Это некоторое другое образование. Можно следующий слайд, пожалуйста. Вот. И если говорить о центре, то мы бы хотели… У нас есть такая инициатива, и это место, где надо об этом громко заявить. Мы бы хотели внести в предмет охраны вот такой элемент. Это инверсия дорог внутри Садового кольца. И нам кажется, что это предмет, ценный тем, что это пустоту, структуру улиц. Ее нельзя фактически изменить. То есть она… уж ее-то точно нельзя изменить. То есть сложно представить себе, что какую-то улицу в пределах Садового кольца застроят. или, наоборот, пробьют. Ну, поэтому, пожалуйста. Просто короткий комментарий. У нас есть наверняка в зале люди, которые смогут точно со ссылкой на документы сказать. Но, насколько я понимаю, их нельзя изменить. Дорожную, уличную сеть города Москвы в пределах Садового кольца изменить нельзя. Поэтому мы хотели сделать такую отливку. Да, пожалуйста. Соседний отрезок этого переулка, там, где парковка Минобороны, выведен из уличной сети и перегорожен решетками. Официально выведен из уличной сети. Я предлагаю подождать, пока его застроят. Мне кажется… Тогда у нас есть несколько тоже таких проектов. Можно и Москварику застроить. Это, в принципе, в трубу ее. Там воды-то все немного. И тогда можно и так. Но, тем не менее, мы думали, что вот такой алюминиевый сувенир мог бы быть. У нас нет копирайта, поэтому, если кто-то захочет производить, можно производить. Можно подставку под горячее, так сказать, делать или на кухне. Вот. Можно следующий слайд, пожалуйста. Ну, также удивительным образом предстал с нами просто включенный рельеф Москвы без зданий. И здесь видно Москварику, конечно, очень хорошо. И здесь видно два берега. И удивительным образом, я не знаю, насколько это полезно или нет, но структура рельефа двух берегов, левого и правого, совершенно разная. Мне кажется, что она каким-то образом даже и предопределяет судьбу. Ну, почему все началось на левом берегу, почему здесь Замоскворечье, не здесь, а там. Ну, и так далее. Поэтому дальше можно. Следующий слайд. И мы просто сделали инвентаризацию холмов. Просто, чтобы понять, сколько в пределах МКАДа есть холмов. Поскольку это тоже, собственно говоря, изменить, мне кажется, скопать их тоже не смогут. То внизу, вот там, на нижней ленточке, это все те самые семь холмов главных. А наверху это вот новые холмы. Их теперь, чтобы так представить, в старой Москве 242, а не семь. Можно следующий слайд? Ну, это достаточно важная карта. Это все заброшенные территории, которые мы… Ну, они причем по факту заброшенные. То есть это территории, которые были никому не нужны. Сейчас их количество, наверное, уменьшилось. Но, в принципе, они даже не включают индустриальные. Это просто территории, которые никому не нужны. Я даже боюсь озвучить число. Ну, так сказать. Они наверняка как-то при взгляде не пиггенплана уважаемого. Они как покрашены какими-то цветами. Но на самом деле на них ничего не происходит. Там происходит какая-то совершенно другая жизнь. Параллельная, которую, может быть, надо вообще-то было бы исследовать. При возможном наличии времени. Можно следующий слайд? И продолжая дальше эту тему, я покажу несколько буквально слайдов, как вот эта попытка… Может быть, даже форма города идеального, города круглого, она все время нас провоцировала. Вот это следующая попытка уже разделить там маленький Кремль наверху, а внизу это реальный город. И реальный город, он, конечно, в разы больше. И растет он так же, как говорил Гутнов, как масляное пятно, он растет, и никто не может остановить его рост. Поэтому наш прогноз, что следующая остановка – это ЦКАТ. Ну, потому что как… По-простому, как это органический город? Он выбрасывает вдоль дорог протуберанцы. Ну, потому что надо же доступ иметь к тому, что ты строишь. Он развивается, как звезда сначала. Потом возникает кольцо. Потом он долго поедает зеленые клинья, пожирает внутри. Потом, когда он их съел, он выбрасывает новые протуберанцы. Ну, скорость увеличивается, расстояния покрываются больше. Поэтому понятно, что это 80-процентный прирост в 20 веке территориальный был. А сейчас этот прирост тоже 80-процентный за последние 20 лет, по-моему. Новый Москва? Нет, это не новую. Новую мы не видим здесь. Это просто реальный город. Это вот то, что называется built substance, застроенное. То есть вот все, что черное – это просто застроенное, а то, что белое – это природа. Поэтому, когда будет цкад, то будет 150 миллионов человек, ровно помещается в пределах цкада. Поэтому, когда следующее кольцевание произойдет, то практически все население наконец соберется в родном городе. И здесь оно и заживет. Вот. Можно следующий слайд, пожалуйста? Я прошу прощения за то, что здесь английский язык. Это просто там было две презентации. Я не нашел этот слайд на русском. Это интересно. Ну, то есть вот это археология периферии, как и сказала Марина, была посвящена пространству именно между третьим кольцом и МКАД. МКАД, потому что мы продолжали настаивать на том, что, собственно, МКАД – это и есть старый город. И в этом у меня есть какой-то неоконченный разговор с Рустамом Рахматулиным, который мы начинали. Потому что я не очень понимаю, почему наследие… Ну, вот сейчас это как-то выходит за рамки, но мне кажется, недостаточно быстро. Потому что уже есть новая Москва, такая Москва. Очевидно, что все называют старой Москвой вот это в пределах МКАД. Поэтому мы взяли как раз то, где не нашли никаких ценностей. То есть мы просто вырезали центр по третьему кольцу. Вырезали достаточно нагло, я бы сказал. Просто для того, чтобы иметь какой-то метод, мы просто предположили, что вот этот центр, он размером с Париж в пределах периферик. И он в достаточной степени сложился во времена сталинской застройки. И там, конечно, есть вокруг промышленные территории. Ну, просто мы решили не резать как-то архитектурно, а просто взять по дороге. Ну, по кольцу. Раз кольцо, отрезали по кольцу. И это достаточно большая территория. И одна из… Там очень много было исследований. Очень важный вот этот каталог нового наследия, который мы делали вместе с Архнадзором. Он не то, что никем не прочтен. Его даже, по-моему, нигде нет. Может быть, можно его на вашем сайте выложить. Нет, книжечка есть. Но мне кажется, просто поскольку это просто сделано, можно сказать, вашими руками, то это необходимо просто на это посмотреть. Он такой довольно интересный. Это вот все, что как раз нашли на этой территории. Там много всякой вкусовщины с нашей стороны, но тем не менее, может быть, его можно развивать и дополнять. И главное то, что мы нашли, что, в общем-то, 73-4% территории, она в дневное время проходима. И это оказалось тоже удивительной вещью. Потому что мы, на самом деле, имеем город, в котором общественного пространства, просто не, ну, как сказать, не отведенного, не застроенного, не перегражденного, вот это наследие. То есть у нас есть еще другой тип наследия. У нас есть открытое пространство, вот, в этом месте. И мы знаем, что в целом в Москве его пока больше 50%, а в Париж 25%. И вот эта идея квартальной застройки и просто, ну, деление всего на улице и кварталы, убийство микрорайонов, которое никогда, конечно, не произойдет. Она только в снах некоторых людей присутствует, застройка микрорайонов, кварталами. Но, тем не менее, это включая парки, конечно, это включая зеленые зоны, это включая все, что мы имеем, то, конечно, это удивительный гандикап. И вообще это, так сказать, вот это наследие, которое мы получили, советский город, его нельзя мыслить как ресурс. То есть нельзя просто его застраивать, втыкать туда дома. Можно следующий слайд попробовать, показать. Я сейчас попытаюсь это прочесть. Это Ольга Казакова, наш уважаемый эксперт, тоже историк. Она взяла интервью Нины Крайней, одного из авторов, так сказать, вот этой панельной Москвы. Все были заинтересованы именно в новых формах. Это было подсознательное ожидание комфорта и отдельного проживания. Мы были увлечены самой новизной задачей. «Считали, что отражение в архитектуре одинаковой комфортности жилья для всех и есть новая эстетика». Когда я это увидел, у меня тоже что-то сложилось. Потому что смотреть на панельный город тоже как на недоразумение, по крайней мере, мы должны понимать мотивы тех, кто это строил, и тех, кто это начинал делать. И я не буду эту тему развивать, я просто предлагаю, ну, если кто-то этим интересуется, над этим можно продолжать думать, потому что очень большой пласт, и сейчас это просто вытаскивают, архитектуры 60-х, ранних 60-х, 70-х. Чем на самом деле эти люди вдохновлялись? Меня, например, очень интересовало, вдохновлялись ли они скандинавскими примерами. И там очень много такого благодатного союза беднейшей архитектуры с богатым, ну, с таким, как тоже бедным ландшафтом, но красивым. И вот эта северная эстетика, может быть, это подсознательная и так же справедливость, как эстетический идеал. Вот это я хотел отметить. Дальше можно следующий слайд. Ну, мы сделали инвентаризацию вот этого всего, что было построено по периодам. Можно дальше. Ну, мы понимаем, как это выглядит, и можно дальше. И это мы не делали проект, конечно, никакой. Это мы с Алексеем Михайловичем Муратовым постарались суммировать с одним из наших кураторов. Я не рассказываю ничего про это исследование, потому что заслуживает отдельного разговора. Но совместно родилась такая идея, которую мы назвали «Суперпарк». Это просто проект земли. Везде вот в этом третьем, ну, так сказать, спроектировать всю землю, коммуникации, какие-то общественные пространства немного. У французов есть очень много таких проектов. Это то, как сделать, в общем-то, весь этот бублик, как мы его назвали, вот это пространство более содержательным. Это тоже для обсуждения концепция. То есть не трогать, не видеть архитектуру больше, а видеть только ландшафт. Это один из принятых сегодня приемов убежать от ответственности, я должен сказать. Можно следующий слайд? Ну, просто коротко я затрону вопросы Зила. Это вот то, как он выглядел еще совсем недавно. Не буду вам говорить, как он выглядит сейчас. Можно следующий слайд? Мы, когда делали конкурс, мы считали, что это тоже род, какое-то наследие, и пытались предложить организовать там новое производство каких-нибудь, ну, исследовательский центр, то, что называется R&D, какой-то транспорт придумывать. Не строить, а придумывать. Но все получилось так, что там экономическая история победила все, поэтому там строится жилье, мы это как-то курируем и пытаемся что-то сохранять. Это отдельная тоже тема. Если будут вопросы, я могу рассказать. Можно следующий слайд? Я думаю, что будут вопросы. Да, это, собственно говоря, среда, которая там недавно еще была. Сейчас этого там ничего уже нет местами, а местами есть. То есть там примерно треть снесли. Можно следующий слайд? Это интерьер. Можно следующий слайд? И вот совместно с Нипигин плана в какой-то момент была сделана такая карта, она даже более обширная. Это то, что надо было… Ну, тут мелкое все, но по сути вот там черный логотип – это то, чего надо было бы там сохранять. Как минимум. Это вот бульвар. Такие палочки внизу и несколько цехов. Но надо сказать, что за палочки идет борьба с нашей помощью. Ну, потому что они всего-навсего пристроены, декоративные пристройки, которые крепятся к фермам, зданиям, которые надо отпилить. То есть там, надо сказать, что отдельно можно обсуждать, как вообще за это можно бороться. Но мы вот сейчас взяли специально первое здание от цеха, отпиленное, пристраиваем к нему жилье и сохраняем весь корпус с фасадом. Ну, то есть весь то, что называется там на сленге «веснинские фасады». На самом деле авторство их мне неизвестно, по крайней мере, но я думаю, историки знают. Поэтому там существует проблема, а наверху у третьего кольца, как вы знаете, двух корпусов уже и нет. И нет еще чего-то, и чего-то там все время нет. Дальше можно. Следующий слайд. В этом смысле мы рассматривали как объект сохранения то, что справа. Это, собственно, структура улиц. Потому что, по сути дела, вот этот сталинский мастер-план Зила, он предполагал вот этот парадный бульвар. И вот эта структура улиц главных, она там сохранена. В виде либо пешеходных, либо автомобильных улиц. Но цеха не было возможности сохранять. В смысле, в полноте своей, потому что нет индустрии и нет никаких молодых талантов и художников, которые могут погасить долги в полтора миллиарда долларов. Которые, я так понимаю, существовали на момент. Ну или что-то в этом духе. Я не специалист в деньгах, но был какой-то впечатляющий. Поэтому здесь, конечно, причина экономическая чисто. Это не проект, который надо мерить мерками, что хорошо было бы все сохранить. Ну, просто потому, что не надо было тогда переставать производить автомобили, наверное. Ну, это политический вопрос. Можно дальше. Все цифры здесь неправильные. Надо сказать, это из старого буклета. Это дальше. Это вот был один из генпланов, который сохраняет все эти элементы по возможности. Можно дальше. И вот еще был один момент сохранения, который никто оценить не смог. Мы думали, что если они хотят оставить автомобильную сборку, то у нас была такая концепция, которая называлась производство как спектакль. То есть сохранить часть цехов в наиболее страшном состоянии, врезать в них новые витрины, и чтобы люди приезжали, сидели в кафе и ждали, пока им соберут новенький КамАЗ. Или что они там, ну, не КамАЗ, а ЗИЛ небольшой. Или какой-то другой автомобиль. Но Комиссаров оценил это подостойно. Ну, ему просто понравилось. Но они на это тоже посмотрели как на шутку. Хотя мне кажется, что если бы такое место было, ну, как-то можно. Потому что так по-другому сохранять автомобильное производство в центре Москвы. Очень странно, что и доказал следующий этап, где стало ясно, что даже новые цеха, которые на южной части отремонтированы, они тоже фактически, ну, они будут, может, сохранены на несколько лет, но никто там ничего делать не будет, к сожалению. Не любят собирать автомобили. Можно дальше, чуть быстрее можно. Вот это, просто я коротко покажу. Много историй за этим стоит. Этот центральный рынок, который нам случайным образом достался вместо театра на Таганке, который мы должны были делать, мы совершили какой-то обмен невыгодный. И Юрий Петрович так и не получил своего театра. И мне очень жаль, конечно, что так произошло. Но мы в результате сделали здание рынка. Можно следующий слайд. И для нас там объектом сохранения, собственно, был сам рынок. Ну, поскольку мы хотели сохранить рынок. Там за этим была история с Юрием Михайловичем. Который рынок сохранил постановлением первым. И мы на первом этаже проектировали рынок в этом торговом центре. Настоящий колхозный рынок. И в этом видели свое предназначение. Я пришел в бюро и сказал, что, говорю, вот видите, ну, бомба не падает дважды в одну воронку. Человек иногда делает что-то не очень хорошее, иногда делает для города хорошее. Но он же мэр. А потом выяснилось, что там рядом живет кто-то важный, и надо строить жилой дом, а от него надо 50 метров до колхозного рынка. И тогда пришлось бы отрезать половину этого здания. Ну, то есть тогда он не работал бы эффективно, потому что становился очень маленьким. И тогда Юрий Михайлович подписал вторую бумагу. Рынок не делать, делать небольшой торговый центр у метро. И тогда, когда принесли эту бумагу в офис, то уже мне ребята сказали, говорят, ну вот смотри, ну, кто был прав? Я говорю, ну, что делать? И надо сказать, что инвестор был убит горем по этому поводу, потому что ничего выгоднее рынка в этом месте не было. Это чисто экономическая причина. Ну, помимо того, что он интеллигентный человек, надо сказать. Это единственный инвестор, с которым мы работали. Ну, не единственный, про который, можно сказать, еще интеллигентный человек, но это был выше и до сих пор остается таковым. Вот. Он хотел действительно сделать. Он считал, что город возвращает. Ну, вот ты ему что-то отдаешь, ты делаешь что-то, правда, хорошее, а потом получаешь. И действительно он много заработал. Это правда. Вот. И тогда он мне сказал, слушай, я, говорит, так расстроен, я сейчас уеду отдыхать на две недели, а ты что-нибудь придумай. Вот. Ну, я сидел-сидел, придумывал, придумал, и потом, можно следующий слайд. И потом придумал вот это. Я ему сказал, слушай, у тебя все равно, если там будет департмент-стор, то у тебя работает только там четыре этажа, а пятый, шестой, ну, там мебель обычно, детские игрушки и так далее. Я говорю, давай мы туда нахлобучим рынок тогда. Ну, потому что первый этаж никто не отдаст, а так мы его замаскируем под магазин дискаунтер, потому что там надо было продавать что-то дешевое для пенсионеров окружающих. Я говорю, мы все-таки сделаем рынок. Ну, понятно, что это не настоящий рынок. Понятно, что никакой колхозный рынок в департмент-сторе не может быть, хотя Лондон, там Париж, но есть примеры, где близкие форматы возникают. И он до сих пор жив. Можно следующий слайд показать. Можно следующий слайд. Он такой немножко декоративный, и мы по-другому все это видели, конечно. Но это как воспоминание, может быть, об этом рынке, но периодически там что-то происходит. И я знаю, что он еще не погиб. И я верю в то, что, может быть, когда-нибудь, наоборот, все это здание, ну, поскольку, в общем-то, департмент-стор тоже рынок, ну, какая разница, там тоже были шмотки в старом рынке центральном. Там была и галантерея была, и что-то такое. Ну, я не знаю, насколько это кого-то утешит. Конечно, главную ошибку допустила мэрия, когда она не поменял жилой дом на гостиницу и не дала просто рынок там построить. Ну, вот это компромисс. Можно дальше. Ну, это вне Москвы. Это мы делали конкурс бесплодно закончившийся, который мы выиграли на Пермский музей. Это неприспосабливаемый, ни подо что Маратом, дорогим Гельманом, речной вокзал, который, может, следующий слайд, который мы просто решили оставить, как он есть, и построить под землей такой причал, то есть положить музей в воду, чтобы он, можно, следующий слайд, чтобы к нему причаливали корабли, ну, чтобы он остался речным вокзалом. Можно следующий слайд. И что его могло бы, поскольку там все время наводнение, его могло бы даже затапливать выставочный зал водой. Вот. И люди, ну, там на два сантиметра только. Мы вроде это рассчитывали как будто. Ну, мы благодаря этому выиграли конкурс. Ну, и там теперь они сами, пермские жители, что-то с вокзалом делают. Можно следующий слайд. Это тоже одно из наших столкновений с темой охраны. Это башня Газпрома. И когда-то, когда еще не было принято это решение, о переносе ее, меня попросили прочитать лекцию в Петербурге о чем-то. И люди, которые нас приглашали, они тоже относились к, так сказать, к этому цеху. И сказали, а нельзя ли вот что-то на эту тему сделать. И мы тогда, поскольку говорить нечего, мы сделали небольшой проект. Можно дальше. Следующий слайд. Вот, собственно говоря, этот Нин Шанс, который лежит на участке. И следующий слайд. И мы предложили просто сделать здание не вертикальное, а горизонтальное. То есть очень плоское. Ну, просто мотивируя тем. Это никакой не проект, это просто, я не знаю, можно сказать, что это как бы рассказ вместо политики. Вот. И можно следующий слайд. И нам показалось, что просто большая плоскость, из которой вырезана старая крепость, а может быть что угодно там под ней. Это может быть и музей, да может быть даже и торговля. Я не знаю, что там. Ну, понятно, что это не приносит столько денег, сколько Газпром приносит. Ну, как возможность что-то, может быть, даже построить. Может, следующий слайд. И вот здесь мы пытались тоже, ну, это такая шуточная вещь, может, следующий слайд. Показать, что, в принципе, по размеру, если амбиции у человека есть, то в Петербурге это скорее горизонтальный размер, а по высоте это даже чуть-чуть больше. Получается. Вот. Можно следующий слайд. И можно следующий. Ну, это еще одно столкновение. Я очень коротко об этом расскажу, потому что это был шок. Это мы с Юрой Авакумовым делали выставку Бернхаус в Венеции. И нам сказать, что есть какая-то церковь, заброшенная на окраине. А выяснилось, что это собор Санстая просто на канале Гранды. И можно следующий слайд. Тогда мы вот сделали бумажный сарайчик с дырочками из картона и осторожно его поместили, может, следующий слайд, в этот интерьер и постарались все артефакты спрятать внутрь, поскольку там до этого была выставка Леонардо да Винчи, ну, за что на нас архитекторы обиделись. Но здесь вот видно, как бумага работает с пыльной барочной лепниной. И надо сказать, что вот это уменьшение, так сказать, интервенций, но с другой стороны, вроде дом, но вроде бумажный. И еще последнее, что я хотел показать, это тоже студенческий проект. Следующий слайд, пожалуйста. Это то, что мы вот сейчас с Натальей Татунашвили делали воркшоп в Милане в политехнике, две недели со студентами, которые мы назвали «Тривиа». И это попытка уже окончательно уйти от ответственности. Тривиа – это мелочи. Это слово «тривиальный», может быть, от этого тоже происходит, но буквально в переводе с английского такое красивое итальянское слово «тривиа» – это мелочи. И вот эта территория там совсем слева, вот это Милан, и это одна из дорог, это в пределах города тоже, это на границе их МКАДа, где вот там последнее пересечение, можно дальше. И вот эта красная, весь участок – это вот все, что мы видим, такое пространство над дорогой, вот эта красная – это недостроенный вокзал Аль-де-Росси, который у них есть. И надо сказать, что вся эта территория, большое количество гектар вокруг, они все время на нем что-нибудь проектируют, парк какой-нибудь и так далее, но в жизни это совершенно заброшенное место между каналом, вот эта черная линия внизу, это канал, и железной дорогой наверху. Это огромная просто пустая территория, просто пустырь, который огорожен, там ничего не происходит, он пересечен новым мостом, и там стоит, можно следующий слайд, и там стоит вот такое сооружение, где в бетоне и в стали стоит просто каркас. Аль-де-Росси. Аль-де-Росси, да, это, ну, Аль-де-Росси это для тех, может быть, я не знаю, боюсь сказать, что их кто-то не знает, но это покойный, великий классик итальянской архитектуры, который ушел от нас лет 10 назад, или больше даже уже, и, в общем-то, один из основоположников, вообще-то, мировой архитектуры нового времени. И вот этот каркас там стоит, и вокруг него огороды, просто, это облеплено романтическими, совершенно заброшенными огородами, там кто-то что-то возделывает, какие-то куры кудахчут. И мы со студентами, мы поставили студентам задачу, вот, как что-то там сделать, как вернуть, грубо говоря, эту территорию городу, но не сделав там ничего. То есть ничего имеется в виду, где мы можем стремиться к пределу вот этого минимальной интервенции. Вот что там надо сделать, да, вмешиваться, что-то надо вмешиваться, ну, надо вмешивать. Но если совсем не вмешиваешься, получается, то вроде бы и ничего так и остальное. Значит, что-то надо найти было, минимальное вмешательство, можно дальше. Это на самом деле очень романтичное место, там есть пара старых деревьев. Можно следующий слайд. И я просто несколько покажу интервенций. Вот замечательная девушка, китайская студентка, предложила запустить над всей территорией трех этих километров баллон, который бы двигался, там внизу не видно, но он двигается по всей этой территории, пересекает даже мост каким-то образом, у него есть станции у этого баллона, и этот баллон обеспечивает тень и свет. То есть это как бы огромная лампа, которая просто двигается вдоль всего этого как бы парка, от руины к центру города. И одно существование такого огромного баллона, по-моему, 150-метрового, из шаров, оно должно было уже, ну, он вечером же светится, каким-то образом, непонятно. Но это такая минимальная интервенция. Вот, может, следующее. Потом еще, это общая все работа была под мостом, там есть мост единственный, довольно грубый, и ребята предложили просто сделать там театр, повесив две занавески под мостом. И вот здесь есть картинка, как они как будто вешают, а там, соответственно, сразу образуется комната. Поскольку там ничего не было, то повешение двух занавесок, оно дает тебе помещение, которого там нет и быть, по идее, не должно. Можно дальше. И вот это хорнс, это трубы, потому что оказалось, там нашли, что там в этот канал втекает подземная река из микрорайона, и она вся закрыта такими большими крышками. У меня, к сожалению, нет картинки, там довольно красивый коллаж. Вот эта крышка, это авторская крышка. Там написано «Тривия», «Миаф», то есть они сделали дизайн крышки. Идея была в том, чтобы отлить новые крышки, и после этого их снять и приставить к этим бетонным горлам, чтобы было слышно реку. То есть еще меньше, скажем. Ну и дальше можно. Ну и, собственно говоря, вот эта руина, которая оказалась просто фантастическим, сама по себе павильоном, потому что пропорции, ну все, что от мастера осталось, это уже, можно сказать, артефакт. Можно следующий. Это вот внутреннее пространство на этажах. Можно следующий. И это внутреннее пространство на этажах. Поскольку она довольно заброшена, то в ней был пожар, и часть кирпича сгорела. Что уменьшило несущую способность перекрытия, потому что там кирпич, это заполнение керамикой между стальными балками. То есть это несущая функция вроде бы. Можно следующий. Но и можно его даже так оставить. То есть не надо его даже и ремонтировать, но был пожар, что ж теперь нам делать. Можно дальше. И вот еще уменьшая, так сказать, еще скручивая историю, то есть тень, которая отбрасывает Альдоросси на землю миланскую. И это тоже интересная вещь. Можно на тень тоже достаточно долго смотреть. Может следующий слайд. И вот эта фигура слева, если вы видите в проеме, это я, который делает фотографию. Соответственно, это минимальное присутствие архитектора российского в Милане, который там ничего не испортил, позанимался со студентами, и в общем-то все. И вот есть последняя фотография, она точно такая же. Последняя. Это там видно, когда уже что-то там, дренаж, там необходим еще что-то, но это уже, можно сказать, не наше дело. Все. Спасибо большое. Спасибо большое, Юра. Особенно за романтичный последний миланский сюжет. Но вот интересно, что вчера я проезжала мимо территории Зилы по Третьему кольцу, и понятно, что цеха 30-х годов снесены там еще в прошлом году или там в течение этого года, мы уже привыкли к тому, что их нет, уже стоит на песочком засыпанной территории корпус Мельникова, который теперь уже со стеклопакетами называется музей хоккея, за ним уже пустота и картонный какой-то совершенно хоккейный ледовый дворец. Но поразительно, что самый гигантский корпус, я думаю, что один из самых поздних по времени 80-х годов, вот этот большой белый, который стоял до реки и который, казалось бы, атомным взрывом не взорвешь, потому что уж очень он выглядел крепким, он сейчас выглядит вот именно как этот Альдороси, он разобран до каркаса и не знаю, какими долгами в какие миллиарды рублей можно оправдать вот этот вот процесс разборки, не использования здания, которое даже не переживало пожара и которое наверняка как-то могло бы быть и приспособлено, это не совсем к тебе вопрос, это вообще вот... Я что еще хочу подчеркнуть? Я думаю, что мое мнение, наверное, не будет единственным, если я скажу, что Юрий Григорян один из действительно лучших действующих в России сейчас архитекторов. То, что он строит, это действительно очень высокий уровень. То, как он проводит свои исследования, это, в общем, высочайшая планка внимательности, любознательности, интереса к городу. Тем не менее, вот здесь в такой непринужденной и практически даосские беспечные манеры Юра рассказал нам про несколько очень болезненных, очень трагических по-своему сюжетах, когда вроде бы и исследователи что-то исследовали, архитекторы что-то предлагали, и потом как-то так повернулось что-то по-другому. Мы тоже в какой-то степени склонны к этому даосизму, нам тоже часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда мы сделали много чего и не смогли изменить ситуацию или смогли, но это было недостаточно. Понятно, что ты еще ближе к этой передовой, ты непосредственно находишься в ситуации, когда ты должен принимать какие-то решения или принимать те решения, которые приняты независимо от тебя и жить в этой ситуации в каком-то более практическом смысле. Вот с твоей точки зрения, с позиции практикующего архитектора, как тебе кажется, есть ли какой-то способ, какая-то возможность вести логически, конструктивно выстроенный диалог с властями и девелоперами о ценности того, что уже существует? Или это всегда будет решаться в непонятных и недоступных нам кабинетах с учетом непонятной логики того человека, у которого территория оказалась рядом и у которого какие-то положенные по неизвестным нам нормам 50 метров не совпадают с нашими стремлениями? Хорошо. Я асимметрично сначала отвечу, я расскажу короткий анекдот. Из моей жизни, имеется в виду, не такой. Что когда снимали Юрия Михайловича Лужкова, то Ресин решил выбраться из, так сказать, ямы, куда его засасывало, с помощью того, что он предложил снести Петра. И я как-то, поскольку я не то, что я его не люблю, я теперь уже его люблю, как все, но какие-то мысли периодически приходят. Как бы было хорошо, если бы его не было, страшно представить, какая потеря для городского ландшафта, его же надо охранять. И, собственно, чем все и занимаются. Там милиция его охраняет, и все его охраняют. И вот иду я буквально по Берсеневской набережной в сторону Стрелки, туда прям на самый носик. И передо мной идут трое подростков. Лет им 16-17. И я просто, я их фактически догоняю. И один, они ни о чем не разговаривают. И вот один из них увидел Петра впереди и говорит другим, и что? И вот эту красоту они собираются сносить? И я прям прошел мимо и думаю, да, действительно, кто, собственно, сказал, ну, как это, людям нравится все, и надо это сохранять, наверное, тогда. Вот. Поэтому это не позиция дооса. Надо сказать, что надо всем понять, где мы, ну, не то же, где мы живем, но есть какие-то ценности, может быть, больше, чем интересы небольших сообществ. И, может быть, надо что-то не позволять делать, но в моменте, когда это сделано, это становится предметом охраны. То есть любое здание, построенное сегодня, построенное, которое вам не нравится, у многих из них есть шансы стать предметом охраны, сохранения, потому что люди, которые вырастут уже в этом городе, ну, мы же не рассматриваем, ну, только за исключением самых укорененных в истории людей, сталинский каркас как разрушительный. Семь сестер. Есть люди, которые до сих пор это ненавидят и считают, что, ну, как Ахматова уехала из Москвы, когда она увидела первый доходный дом. Ну, когда же было 40-40, море зелени, ты видел все купола с холмов. Это был фантастический, сказочный ландшафт. И вдруг там появился первый пятиэтажный дом. И она это, когда увидела, она сказала все это. Ну, я не буду, не помню, что она сказала, она сказала, что этот город погиб. И видела бы она, что сейчас тут происходит, конечно. Вот, поэтому мне кажется, что надо думать больше о, так сказать, основах. Ну, потому что мы фактически все либо должны строить памятники архитектуры, ну, или вещи, которые надо потом сохранять, либо надо как-то к этому, ну, надо выработать к этому отношения вообще, потому что иначе это становится довольно большим обременением социальным, потому что если наследия очень много, поэтому политики не хотят вносить в наследие много зданий, потому что на них не хватит на эту реставрацию никаких бюджетов. Наверное, в этом дело, что, ну, либо надо как-то менять к этому наши отношения. Спасибо. Будут ли еще асимметричные вопросы? Юрий, проект Волхонки вы не представили, потому что вы сейчас не вправе его детально комментировать. Дело в том, что развитие Пушкинского музея новый вариант, такой после Фостеровский, ваша победа. Мы буквально находимся почти, почти, на пятне проектирования сейчас вот здесь в нашей школе рядом. И для нас это, конечно, момент сложения усилий, когда почти семилетние усилия градозащитников и новое архитектурное предложение отстранения прежнего архитектора как-то сложилось. И мы, как вы знаете, приветствовали это в части отказа от сносов в целом. Вы не взяли этот пример в презентацию? Вы сейчас... Ну, то есть, есть какие-то ограничения? Или, может быть, просто продолжить с этого места? Немножко про Волхонку. Я не взял его сознательно, потому что в этом случае пришлось бы называть вещи своими именами, а я стараюсь от этого постоянно уходить и вещи своими именами не называть. Правда заключается в том, что сохранение этого флигеля нанесло новому зданию депозитарно-реставрационно- и выставочного центра непоправимый урон функциональный. то есть мы его сохранили для того, чтобы выиграть конкурс. Ну, я честно говорю, потому что мы понимали, что по-другому этот конкурс выиграть нельзя. Я называю сейчас вещи своими именами, да. Это первое. Вторая вещь, что, конечно, ну, для... Тут надо принимать какие-то решения, что для города и для культуры более ценно. Сохранение именно этого флигеля или развитие именно этого музея. Был сделан выбор в пользу флигеля, а не в пользу музея. Я бы не сказал, что мы как-то спекулировали на этом. Мы честно его сохранили, потому что, опять же, было понятно по входящим обстоятельствам, что не сохраняя флигель, выиграть конкурс нельзя. Сохраняя флигель, можно создать парадокс. Вот, сейчас мы занимаемся разрешением созданного парадокса в проектной деятельности. Надо сказать, что это совершенно убийственное занятие, в деталях. Но при этом среда не пострадает, историческая, проницаемость квартала сохранится, современные здания не видны ниоткуда вообще. Там видны, наверное, будут с моста немножко, с большого каменного, но старательно ландшафтно-визуальный анализ запихал их ниже даже видимых отметок, и мы в них находимся. И здесь существует, я в этом смысле понимаю, госпожу Антонову, которая до сих пор борется. Уже понятно, что об этот флигель много судеб, я бы сказал, искалечилось. И Фостер бедный, который ничего, он хотел просто нормально и сделал бы проект, если ему помогли, даже с сохранением его. Ну, потому что это высочайший профессионал, я говорю без всякой иронии, это один из самых лучших офисов мира, и он тоже интеллектуал и культурный человек. То, что его подставили, и здесь только едва его, ну, как его только не поносили, мне, честно говоря, было стыдно это читать, вместо того, чтобы помочь человеку сразу и дать ему нормальные рамки, когда он проектирует в чужой стране, из него сделали посмешище и выгнали еще потом, но не выгнали, то есть фактически испортили первое его здание, вот это общими усилиями и рук, и чертежных инструментов, и он, конечно, от такой ситуации отказался, поэтому в этом смысле это наследие для города не очень хорошее. Ну, и то, что госпожа Антону до сих пор, я к ней с большим уважением отношусь, она честно борется против этого и, наверное, все еще надеется, что пока мы не начали его вывешивать, что стоит совершенно невероятных денег, потому что под ним все равно надо делать хранение, мы его полностью сохраняем, вывешиваем, хотим показать, как это тяжело, ну вот, что может произойти с историческим зданием, если ты хочешь его сохранить, оно, конечно, не памятник, но в этом смысле мы его полностью сохраняем, и для музея это, ну, не катастрофические последствия, но я бы сказал, потери в качестве около, наверное, 40%, того, что могло бы быть, если бы его снесли. Ну, здесь, вот я говорю, здесь что считать наследием? Пушкинский музей, ГМИ, или флигель, вот такой выбор, ну, и, в общем, мы все, как один человек, выбрали флигель, не ГМИ, в этом смысле, новые директоры, все, все поддерживают, никто этих вопросов не поднимает, я поэтому не стал, может, это даже не лучшее место, и зря я это все говорю, и ни к чему это все, но раз уж вы спросили, думаю, где как не здесь это сказать? Может быть, не все знают, что этот флигель не памятник из любезности к предыдущей дирекции музея, а так вообще, это часть усадьбы Глебовых, которая таким образом сохраняется целиком, речь идет об адресе Колымажный переулок 4, да, это, конечно, памятник де-факто, но не памятник де-юре, да, просто территорию памятника урезали вдвое, и от ансамбля усадьбы взяли на охрану только главный дом, то есть все должно было идти своим чередом, как шло всегда, вот, но здесь удалось сохранить усадьбу, удается, наверное, сохранить усадьбу в целом, но это не единственный квартал, да, музейного городка, просто это пример, которому вы сказали, да, потому что есть еще вот этот квартал и квартал дома Вяземского, на который ваше проектирование не распространялось, но, но, в принципе, конечно... я прокомментирую, потому что мы имели замечательный разговор с любезной хозяйкой этого зала, госпожа Ольшанской, и мы... будет совместный какой-то проект, этот музейный квартал, конечно, распространен... ну, как он, не музейный квартал, но вот эта концепция резосферы, с которой мы пытались выиграть этот конкурс, такой тоже земли, ну, где нет зданий, но есть какая-то информационная музейная земля, и вот эта концепция сужения волхонки, связь с территорией храма, невозможна, то есть это все будет, и так или иначе, это уже понятно, это даже... честно вам могу сказать, что эта идея пришла в голову мне, а раньше, я не знал об этом, она пришла в голову Скокону, и пришла в голову вам, по-моему, да, и я... когда мы делали конкурс, у нас был общий транспортный консультант, это мой большой друг Федерико Паролотто, который тоже является носителем этой идеи, поэтому у этих хороших идей нет авторов, то есть нельзя сказать это, я... вот у хороших идей нет авторов, вот у плохих точно есть, как только что-то хорошее, действительно, то можно ее... либо у тебя сразу украдут, ну, в ту же секунду, прям, ты даже не поверишь, ты ли это сказал или нет, потому что тебе уже будут говорить, что, ну, как бы это точно, а если у тебя это, ну, если это общее, то это лучшее, с моей точки зрения, поэтому это все будет сделано, и я в этом вижу большее будущее вот этой территории, чем, собственно, даже не большее, а я бы сказал, для города более важное может быть, чем, собственно, территория культуры только. Добрый день, меня зовут Ольга, я работала в архитектурном бюро артплей еще старом, который был на Тимура Фронзе, у меня вот есть два вопроса, помните, когда снесли это здание, памятник архитектуры, старый завод Красная Роза, который теперь, в общем-то, практически заново построили из нового кирпича, воспроизвели его и лишили на тот момент город прекрасного архитектурного памятника, в котором размещался самый лучший, на мой взгляд, архитектурно-художественный кластер. Меня вот еще беспокоит, у нас есть похожий памятник архитектуры, это общежитие текстильного института на Косыгина, который был спроектирован Райт там в свое время, и который стоит бесхозный, вот не хочет ли мархи взять по свою ответственность и может быть расположить там часть учебных корпусов мархишных, потому что я боюсь, что его ждет участь, в общем-то, артплей один. Это совершенно уникальное здание в Москве, вот как-то вообще. Я бы тогда с конца начал отвечать на ваш вопрос, что мархи, конечно, не возьмет это здание по ряду причин, и первая причина это то, что мархи все время чувствует, что все, что кто-то хочет сделать, неизвестный кто-то, это выгнать его с рождественки. И я даже думаю, что этот кто-то сидит напротив, это банк, большой, известный, носящий имя родного города, который, ну я предполагаю опять это все, зачем я это говорю, непонятно, но, конечно, банк там смотрелся бы лучше, но может быть не этот банк, но какие-то вроде там периодически, знаете, как только говорят, давайте реформировать мархи, мархи поэтому нельзя реформировать, хотя необходимо, потому что все боятся, что эта реформация закончится изгнанием, что может быть даже и неплохо было бы, ну как радикальный способ, знаете, реформирования уже, ну как у нас обычно умеют иногда реформировать, вот, но тогда, в общем, никуда мархи не переедет, вопрос сохранения общежития, это дело горожан, просто, ну надо тогда его сохранять, у горожан есть огромное, у сообщества есть огромная сила, если оно не хочет точно чего-то, ну вот башня Газпрома это показала, это точно, ну то есть это вопрос просто силы борьбы, потому что Газпром очень сильная, большая сила, и никто связываться, там все же еще были грунты, нет, я не верю в грунты, потому что грунты, это всегда, как Москва всем проваливается, знаете, вот эта история, что тут копнешь, там оно все провалится, там метро, есть инженеры, я знаю инженера, который там работал, ну, не вопрос, не в таких местах строили, хотя допускаю, а что касается арт-плея, это интересный вопрос вообще о новоделах, потому что это история, которая связана, не с новоделов, а это история, которая тоже связана с Мархи, она связана с одним из моих любимых учителей, которого больше с нами нет, это Борис Стантинович Еремин, который делал свою диссертацию на тему ретро-развития, и, ну, это два вектора, один, так сказать, развитие вперед, я не помню, как он его называл, другой назад, это ретро-развитие, там замечательные были сделаны работы, его ученики, замечательный Борис Савин, один из лучших московских реставраторов, еще один его ученик, это Кузьмин, Александр Викторович, это бывший архитектор, и уважаемый очень тоже человек, который, например, вот Храм Христа Спасителя, еще что-то, то есть, в основном, вот эта вот история зданий, которые возрождаются на местах, когда их не было, это один из приемов только, который был там в ретро, там было много, это очень глубокая история, поэтому мы видим, как на самом деле в нашем реальном мире проявляются академические идеи, казалось бы, то есть, они транслируются, и вот это все содержание, оно таким образом транслируется, поэтому, ну, восстановили же ворота на Красной площади, Иверские, по-моему, и вроде бы, ну, что сказать, я на эту тему имел разговор с одним из известных московских реставраторов, когда мы с ним пытались сохранить одно здание, он уговаривал меня его снести и построить его заново из кирпича, оно было деревянным, и я ему говорю, ну, там пожарные запрещают, я ему говорю, слушай, ну так, без шуток, я говорю, ты же реставратор, то есть, как-то странно, я говорю, мы как-то поменялись ролями, давай я буду злой архитектор, который будет сносить это здание, а ты будешь такой хороший реставратор, который будет мне это не давать, а тут какой-то парадокс, тогда еще был ЭКОС известный, тогда много чего было, и там было предписание сохранить здание с заменой материала, с заменой материала на негорючее, это ЭКОС такой, он мне говорит, ну вот смотри, это же надо сделать, вот, и мы дошли до крайности с ним в этом споре, потому что мне просто хотелось тогда уже разобраться, потому что я оказался каким-то крайним фанатом сохранения этого здания, скажу сразу, сохранить его не удалось, это один из новоделов, который мы создали своими собственными руками, чем мы не гордимся, но тем не менее он очень похож на то, что было сделано руками реставратора из кирпича, вот, к сожалению, наверное, и он сказал такую вещь, это для реставрационного сообщества, он сказал, ты понимаешь, он сказал, дело в том, что отечественная реставрация носит в основном воссоздательный характер, потому что по другому объекту, я ему сказал, давай мы сохраним на этом объекте патину времени, ну, приводил ему примеры, Италия там, ну, понимаешь, вот отреставрировали здание, оно не должно выглядеть как новое, на что он мне сказал, понимаешь, он говорит, по нашему законодательству мы должны сдать объект реставрации, чтобы он выглядел как новый, я говорю, слушай, а как же патина, патина времени, вот, Наталья Олеговна Душкина, семь принципов, я боюсь ошибиться, помните, там дух, ну, я сейчас с ужасом понимаю, что я не все их помню, но главное, главное, это то, что дух-то от здания должен остаться, он же не должен свежевыкрашенный быть, потому что тогда какая разница, когда он построен, ну, давайте мы его возьмем, деревянное здание, быстро перестроим, из кирпича, и будем менять, и уже смотришь на гостиницу Москва, все не так плохо, а что бы здесь могло быть, другое, ну, построили вроде, похоже, и стоит себе, там внутри не очень, но снаружи вроде, как на старых фотографиях, почти, не знаю, военторт, конечно, не получился у нас, старались, старались, материала не нашли, грызли его, грызли его, у нас там был офис тогда, царство его небесное, Давида Ашоточа, который нас прикрывал в музее, и я смотрел каждый день, как его грызли таджики вручную, потому что его нельзя было по-другому сломать, они его грызли, как гранит грызли строителей пирамид, отбойными молотками, там какие-то все, знаете, там звучали такие молоточки чудесные, они откалывали этот камень вручную, потому что кладка вот этого фасада, она была невероятной просто прочности, как им удалось его разрушить, они просто очень употели там, и казалось, ну, сделай там стену в грунте, она сама бы стояла, мне кажется, там даже укреплять эту стену не надо было, она бы постояла, и построили бы внутри, ну, сохранили бы фасад, ну, как-то меньше было бы, не надо было бы столько гранита, ну, вот это не надо было бы ничего делать, поэтому тут, мне кажется, надо искать в глубине и культурного, я бы сказал, сообщества, какие-то корни того, что происходит, даже в законодательстве, вот, я не знаю. у нас есть еще один вопрос по поводу деревянных домов, вот мы как-то с мужем проехались по городам, которые были основаны в одно и то же время, как Москва, это Юрьев-Польский, это Городец, это Нижний Новгород, это Переслав-Залезский, и во всех этих стареньких городках как раз сохранилась деревянная архитектура и каменная архитектура еще того купеческо-боярского времени, но эти городки медленно умирают, вот я сама из старинного города, городец на Волге, где домам деревянным и каменным уже по, ну, не знаю, по 400, по 500 лет, и они стоят, там прекрасные чугунные лестницы, там прекрасные, половицы шириной в 15-20 сантиметров и толщиной, и все это как бы держится, работает, и в принципе деревянные дома возможно сохранять и не менять их на какие-то другие, вот ваша позиция по этому вопросу. Я коротко скажу, мы делали исследование с КБ Стрелка для Московской области под развитие этих малых городов, небольшое, и выяснилось, что существуют просто буквально механизмы в мире отработанные, сохранение наследия, это налоговые преференции, можно этот бонус продавать, есть торговля бонусами за реставрацию архитектуры деревянной, канадцы это делают, то есть если инвестор хочет получить какой-то участок в другом месте, не обязательно в этом месте, то он должен отреставрировать какое-то количество домов, потом есть для жителей, есть инициативы снизу, инициативы там какие-то отдают за небольшие деньги артелям реставрационным, в оборот эти здания для последующей продажи, просто этим надо заниматься, а то, что малые города убывают, ну это надо на каком-то, ну не вопрос, который можно легко обсуждать, это просто во всем мире большие города пухнут, а маленькие города, к сожалению, уменьшаются, кроме Европы, вот, ну в России этот выбор был сделан после революции, когда, например, Брюссель пошел по пути децентрализации, они были такого же размера, как Париж примерно, а Париж и Москва пошли по пути централизации, поэтому Москву сейчас сравнивают с Парижем, это два больших города, а вот это вот Бельгия, там Голландия, Ранштадт и вот это все, это просто принципиально другая модель, а это был сделан выбор, и он был сделан, я не могу сказать, опять же, историки знают кем, но я думаю, что большевиками, в общем. Наталья Олеговна, да, ну, два слова про военторг, просто важно понимать, что это было одно из первых железобетонных зданий в Москве, при том построено по немецким технологиям, из Германии выписывали специальные машины для дробления военторга, вот когда его разрушали. То есть это беспрецедентный, конечно, случай, а нам всем говорили, что здание аварийное, и одной балкой убили одного человека, оно все падает и сыпается, и мы понимаем, что кругом сплошная ложь. У меня вопрос к вам, два вопроса. Один вопрос, вы несколько раз, листая свою книжицу, проектов на экране, произнесли слово, и здесь опять столкновение с наследием, и вот потом еще раз повторяли, столкновение с наследием. Вот мне интересует слово, сочетание которого использовали, это раз. И второе, как в таком случае вообще, если архитектор, чувствительный к наследию, поскольку Григориан чувствительный к наследию, он понимает, что это такое, как учить архитекторов наследию? Могли бы вы вот что-то сказать? И надо ли вообще учить действующую, практикующую архитектору наследию? Вы поймали меня за язык, конечно, столкновение. Ну, не то чтобы, знаете, как столкновение. Столкновение бывает, вот идешь и столкнулся с хорошим другом на мосту, например, хоп, смотришь, наследие. Я в этом смысле имел в виду столкновение, а не то, что я столкнулся с автомобилем, например. Вот. А если кроме шуток, то эта тема, она настолько уже выросла, я то, что, может быть, пытался сказать, что ее уже в процессе проектирования ты не можешь отличить, потому что это тема интервенции, ну, это вообще тема допустимого вмешательства, с которым архитектор сталкивается каждый раз, потому что иногда, даже если кажется, что здесь ничего нет, ну, вот последняя, это итальянская маленькая работа, она показывает, что кажется, там ничего нет, а на самом деле, если ты сидишь и две недели с 15 симпатичными студентами просто туда ходишь и ищешь, то ты много чего там найдешь, подземные реки, какие-то озер, там кажется, что ничего нет, у тебя просто оптика такая, вот. И в этом смысле архитектора можно учить, во-первых, видеть, но надо, конечно, признать, что, в общем, если мы говорим о специфической профессии архитектора, как строителя зданий, ну, потому что сейчас это урбанисты есть, там много, ну, городостроители остались, есть урбанисты, это огромный спектр, ландшафтный архитектор, вот если архитектор, это тот, кто строит здания, то, в общем-то, конечно, эта профессия, я бы ее сравнил в медицине с хирургией, то есть, если вам нужен хирург, если там пилюли уже не помогают и принято решение строить что-то новое, вы зовете хирурга, и хирург отрезает, там, у него совершенно другие методы, это не терапевт, он режет, уже, поэтому, и вот он должен уметь это делать хорошо, потому что новые здания не должны быть прямо уж так сильно хуже, чем старые, потому что мы привыкли жить в мире, ну, когда все новое, оно заведомо хуже, чем старое, и архитекторам, просто надо доказывать каждый раз, что они просто хотя бы не сильно хуже, ну, лучше они не могут стать, потому что любое новое, оно заведомо хуже, чем старое, но хотя бы пытаться приблизиться, и это требует совершенно других навыков, И это не обязательно работать. Есть люди, которые посвящаются работе с наследием, конечно. Те, кто занимается реконструкцией. Это важнейшая вещь, которая как культура сейчас отсутствует, потому что никто ничего реконструировать не собирается, потому что считает, что это дорого. Хотя я помню времена того же Экоса, когда на Арбате сохраняли несколько стен, и архитекторы, и девелоперы слушали, что говорит Экос. Это вот этот бум смял всю эту историю, когда просто она сверху смялась. А когда-то мнение профессионалов считалось законом, надо сохранить стену военторга, так никто вообще бы там не пикнул, сохраняли бы как миленькие. И архитекторы, и девелоперы, они даже ничего не хотели. Поэтому я считаю, что, даже не то, что я считаю, а просто образование архитектурное должно быть просто хорошим. Ну каким-то это люди должны уметь строить новые здания. И, конечно, должно быть реставрационное образование. Поскольку наследие увеличивается, ну, по крайней мере, надо вот эту культуру поддерживать. Но это совершенно другая история. То есть они не смежные, и людям, которые строят, не нужно вот эту оптику и это понимание старой городской среды внедрять где-то на уровне образования? Ну, оно смежное, конечно. И незнание истории архитектуры, оно делает тебя просто безязыким. Ты ничего создать не можешь, потому что ты действуешь, в общем-то, в пространстве истории архитектуры. Потому что адресат архитектуры – это только профессиональный цех любителей архитектуры и истории архитектуры. А архитектура не адресована, она адресована городу, и она адресована самой архитектуре, ее истории, в первую очередь. Поэтому, конечно, не случайно внимание всех великих мастеров одних к другим, последовательно и ныне живущих и к молодым талантливым, и к тем, кто живет. Это абсолютно родовая вещь. Избежать этого нельзя, просто это другой навык, ну, немножко другая оптика. Вот у меня такой концептуальный вопрос. Может быть, вы сказали, что старая архитектура имела совсем другой масштаб, новая архитектура имеет свой масштаб. И, собственно говоря, на этом как раз формируется основной конфликт старой архитектуры и новой архитектуры. Возможно ли вообще как-то развивать современную архитектуру в каком-то дружественном масштабе? Ну, это простой вопрос. Да, конечно, можно. И вообще она так и должна развиваться в определенных контекстах. То есть, если, конечно, вы работаете в историческом городе, то желательно, чтобы у вас все эти параметры были определены, и таким образом это дает вам свободу. Ну, то есть размеры этих зданий, они должны быть выше, больше, толще. И как пытаются все следовать, это часть профессии. Хотя к контексту относятся по-разному. И, например, сейчас есть интересный проект группы «Морфозис» — это строительство небоскреба в Швейцарии в горе прямо. Рядом со знаменитыми термами цунтора, кто знает. Это просто лезвие стеклянное. И там, поскольку в Швейцарии нельзя даже форточку перенести в сарае, ну, как мы знаем, открывание поменять у форточки, ты не можешь, ты должен пройти тысячу согласований, поэтому никто ничего не делает. Комьюнити все запрещает. То здесь тоже надо понимать, что мы оказались в новом мире. Не только увеличиваются здания и скорость строительства, не только приходят новые технологии, но и люди меняют свои ценности. Поэтому вот это комьюнити в Швейцарии, как я слышал, оно разделилось. То есть там есть люди старой ориентации, которые по-прежнему говорят, ну, какой в Швейцарии небоскреб, представьте себе, ну, среди двухэтажных этих домов. А половина или какое-то количество людей, они понимают, насколько это сделает это место привлекательным сразу же. И насколько у них, может быть, поднимутся доходы, насколько их место станет, так сказать. И он же вроде, ну да, ландшафт нарушает, а дома вроде их остаются. Поэтому надо просто почувствовать, что время тоже изменилось. Мир за последние 20 лет стал совершенно другим. А уже за последние 10, он прямо каждый год становится другим. И так вот просто смотреть на это глазами десятилетней давности тоже уже не получается. Десять лет назад никто с морфозисом не обсуждал бы там вообще ничего. Из-за чего, собственно, получился ЦУНТР, который современную архитектуру делает в том масштабе избы, которые там есть. И этим он стал великим. А теперь вот рассматривают даже такие альтернативы. Добрый вечер. Меня зовут Григорий. Вопрос. Хотелось бы затронуть природное наследие. Вам не кажется, что освоение особо охраняемых природных территорий может создать слишком опасный прецедент, как для Москвы, ну и, возможно, для всей нашей страны? Я вообще считаю, что нет разницы между просто ландшафтом и культурным ландшафтом, и городским ландшафтом. Это известно, что это можно считать одним и тем же и смотреть на это как на единый организм. И в идеале это так должно работать. И в этом контексте тогда я могу упомянуть вот этот конкурс на Москву-реку и вообще проект развития Москвы-реки, в котором в нашей концепции мы предлагали сделать эту реку активной, доступной и чистой. Вот за активацию там отвечают эти порты будущего, которые активируют периферию. За доступность отвечает, ну, какая-то транспортная и, так сказать, ландшафтная система парковая. А вот за чистую, тут интересно и происходит, поскольку мы как-то продолжаем заниматься этим по инерции конкурса, происходят интересные разговоры, потому что, наконец, появилась какая-то карта, есть карта загрязнений, и там, например, все загрязнение вдруг в Москва-реке наступает сразу после центра, после Садового кольца на Юго-Востоке. И тут мне вот кто-то сказал, что, оказывается, там есть какая-то старая конвенционная труба, которая исторически все это сливает в Москва-реку. И это от Царя Гороха есть эта труба, и она вместе с Яузой постепенно создает там такое сразу экологическое чего-то, чего нельзя добиться никакой индустрии, потому что через центр она протекает относительно все еще чистая. И, понимаете, тут есть территории просто недоступные, вот эти заброшенные, и экологию можно рассматривать более широко, потому что Москва – это очень зеленый город. Вопрос, производит ли эта территория какой-то, я не знаю, животный мир, есть ли там какой-то, ну, понятно, есть какой-то биогенез, наверное, но, наверное, в пределах города этим надо гораздо более тщательно заниматься. Это не просто… Конечно, строительство там, где запрещено, должно быть запрещено, что там говорить. Но это не значит, что на этих территориях после этого должно, ну, какой-то беспредел развиваться. И мне кажется, что это, опять же, вопрос, я не знаю, тоже к сообществам, но вот как, например, очистить Москва-реку? Это хороший вопрос. Ну, это вопросы к экспертам, наверное, какие-то решения есть, вы даже приводили в своем конкурсном проекте. Не только, понимаете, это вопрос интереса. И вот мы предлагали, например, этот день Москвы-реки сделать 22 июля в качестве… Не в качестве праздника, когда все на пароходах плавают и шашлыки там жарят, потому что это и так. Эти хали-гали пароходики, они присутствуют. И это лучшее, может быть, что есть на реке. А именно как день, когда можно хотя бы посмотреть, ну, что-то новое реализовано. Может быть, вода стала на 1% чище где-то. Ну, какие-то… То есть, это просто привлечение внимания. Это ни в коем случае эксперты ничего не могут сделать для сообщества, если сообщество это не хочет. Общество. Ну, что они? Вот они воют годами, эксперты. И, конечно, привлечение внимания к экологии, такой же, как просто к сносу зданий, ну, вот, как охранное сообщество занимает защитой в основном зданий. Вот. Это, мне кажется, недостаточно только зданий. Надо еще что-то позащищать. Есть второй вопрос, Юра. У нас рубрика в школе «Наследие больших стилей». Одна из рубрик. Была лекция, в частности, Михаила Михайловича Ленова на тему романтизма. У меня вопрос. Считаете ли вы себя модернистом? Можно ли так, да, говорить? Считаете ли вы себя последовательным модернистом? Это цепочка вопросов один из другого вытекающих. Видите ли вы окончание его как большого стиля, учитывая, что он живет уже время сопоставимое со временем жизни, ну, скажем, русского зороча, русского барокко, или русского классицизма, уже сопоставимым, где-то, да, более полувека? И в связи с этим видите ли вы живую альтернативу? И, например, в образе какой-то современной неоклассики, филипповской, да, как вы относитесь к манифестациям этого другого большого стиля, к тому, что сейчас, скажем, будет сделано на Новослободской, да, тем же Филипповым, вот это итальянский квартал. Как вам кажется, насколько это альтернатива жизнеспособна, да, как такое вечное возвращение классики? Предвидите ли вы что-то третье и новое рождение большого стиля между этими двумя или на выходе? Вот как-то так. Ну, здесь надо разобраться немного в терминологии, потому что по моим представлениям модернизм закончился приблизительно в 70, ну, как большой стиль, он закончился с публикацией Вентури и Рауха в уроке Лас-Вегаса. После этого много сил было приложено западными урбанистами для того, чтобы эта концепция умерла. именно как нести-листи, как философская концепция. Поэтому сегодня все любят площади, городки, ну, то, что как бы предполагалось разрушать и тот модернизм российский или советский, который я знаю, он, опять же, это мне сказал Юрий Павлович Волчок, я не хочу перекладывать на него ответственность, но я этого не знал практически. Он сказал, что вообще-то серьезные люди считали, что кроме 17 века в Москве ничего ценного нет. После 17 века ничего ценного нет. Нет, это, в смысле, люди, которые разбирались в архитектуре, советские модернисты, они, если оценивать стилистику зданий и, так сказать, важность вклада, а тут моя супруга прочитала книгу Баталова и Шватковского про итальянцев в России, выяснилось, что вообще все построено итальянцами, вообще там следов никаких не осталось, ни от какой русской архитектуры, там все построено, причем с привнесением старинных стилей, романских, то есть они уже работали в современном стиле, а для России был заказ на создание прошлого, поэтому церковь в Коломенском и другие, ну, кремлевские соборы, там много романики, причем эта романика просто рисована с итальянских старых, то есть они так уже не делали, поэтому рядом с вознесением в Коломенском стоит барочная такая круглая, не знаю, часовня или что это, которая строилась в то же время вместе с вот этой романской достаточно любимой очень нашей и моей церковью, поэтому трудно сказать, я могу сказать, что обращение буквально к неоклассике, оно поддержано политикой, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим возвращение советской архитектуры в ее изводе Брежневском немного с примесью классических мотивов, и вот это и может быть современная архитектура попадет под запрет в какой-то момент, потому что она же транслирует, ну это какие-то языки, которые ценность транслирует, открытость, доступность, а классической архитектуры такого нет, она другое манифестирует, ну там нет, это открытости первых этажей, об этом вообще, это какой-то капиталистический город, в идеале, вот например, вот мы сидим в квартале, который мы сохраняем, кто-то тут, не кто-то, а большое количество людей ругают кварталы Остоженки за то, что они герметичны, новопостроенные, но они всегда были такими, там никогда не было ничего публичного внутри, там были, ну они были закрыты, по идее Остоженка должна быть живая улица, а она такой не становится и до сих пор, там три каких-то супермаркета, там ничего нет практически на ней, и мы находимся в квартале, который весь стоит из памятников архитектуры, дворцы, в которых никакой среды они не создают, вот мы хотим теперь расшить, ну чтобы люди могли между ними ходить, поэтому это не вопрос стилистики, это вопрос качества городской среды, я считаю, в первую очередь, а для Москвы это вопрос вообще странный, потому что давно принято решение, что Петербург это город большого стиля, ну какой-то пространства, а Москва, так нас по крайней мере учили в Московском архитектурном институте, это набор домов, поэтому тоже есть одна история, я ее говорил, что когда-то кто-то из журналистов увидел макет Москвы на градостроительной выставке в 500-м масштабе, и он написал вещь, которую я не помню просто как его зовут, но все время повторяю, что это не моя мысль, он сказал, удивительно, говорит, страшное чувство меня посетило, что если взять все эти дома, которые я вижу, все, и заменить на другие, то город все равно будет существовать, но я не несу ответственность, я сослался, это не моя идея, поэтому здесь есть, ну, я не думаю, что это может быть, я боялся бы, наверное, пришествия большого стиля, неожиданно такого ультимативного, но вне всякого сомнения, в пределах Садового кольца и в некоторых местах надо признать, что, вот честно, я отдал бы многие наши проекты Михаилу Белову, которого я уважаю и считаю одним из ну, радикальных архитекторов, он вообще не очень, ну, он способен на многое, я сказал бы, и это важно, потому что те, кого вы называете модернистами, они либо должны делать скучную архитектуру, ну, чтобы она не отсвечивала, ну, такую фоновую, а вот люди, я не всех бы классиков вот таких ставил в один ряд, но я считаю, что вот Михаил Анатольевич, он мог бы, как он вот напротив церкви, там, цветной дом, этот помпейский соорудил, вот мы с Бродским это обсуждали, я говорю, тебе нравится, он говорит, ну, ты представляешь, там оранжевый, синий цвет, ну, вот это все, ну, кто это может сделать? Ну, поэтому тут надо подбирать архитекторов под задачу, несчастье, когда просто ты цепляешься за работу, как безработный, тебе досталось что-то, и ты вот сидишь и портишь все, но это надо иметь мужество, и были, кстати, такие случаи, вот покойный Сергей Киселев, замечательный архитектор и хороший человек, он Уткину отдал вот этот дом на Левшинском переулке, именно потому, что он понимал, что там надо вот эту ткань восстанавливать руками художника, который может оперировать этим языком, тут ничего такого нет, надо просто разделить аккуратно, ну, эти, и не браться просто за чужую работу, где ты понимаешь, что ты не должен делать, наверное, лучше ее отдать кому-нибудь. Спасибо. Давайте закончим на сегодня. Спасибо большое всем присутствующим, и ждем вас завтра на семинаре в галерее футема смархи.